Девушки отдыхают По-норвежски Фьорд играл очень важную роль В развитии города В эпоху викингов И позднее, в средние века Город добился Международного признания За последние десятилетия Бесчисленные строительные проекты Полностью изменили его Связь с морем Пять лет назад здесь ничего не было Даже стройка не началась Ультрасовременные районы Заставляют поверить, что в Осло Преобладает городской образ жизни Но местные жители Стараются соблюдать традиции Жители выходят на природу В любую погоду Норвежцы гуляют даже зимой Потому что они обожают кататься на лыжах Как только выглядывает солнце Все бегут на улицу Может, пока Осло и выглядит скромнее Большинство скандинавских городов Но скоро он заявит о себе Амстердам, Окленд, Лос-Анджелес, Чикаго Ведущая Софи Фурон Город на берегу Осло Хотя Осло не стоит прямо на морском берегу Здесь повсюду вода Расположенная в глубине просторного фьорда Столица Норвегии Является самым главным портом страны Своим развитием город обязан Осло-фьорду Где живет треть населения страны Фьорд играл очень важную роль в развитии города В эпоху викингов и позднее, в средние века Город основан в 11 веке Это была деревня в глубине фьорда С населением в 2000 человек Жители занимались рыболовством И сельским хозяйством Первой столицей был Берген Город на западе Норвегии Осло стал столицей лишь в 1299 году До этого на побережье только велась активная торговля Но город рос И постепенно сюда перебрались власти страны В 17 веке Осло изменился До этого он находился в восточной части фьорда Где стояли маленькие деревянные дома До 1624 года город не менее 13 раз практически полностью выгорал Из-за этого крестьян IV, в то время король Дании и Норвегии Приказал переместить город и возводить только каменные дома Поэтому с 1624 года в центре города запретили строить деревянные здания 400 лет Норвегия и Дания были одной страной И Дания пользовалась всеми норвежскими ресурсами Норвегия развивалась, но все богатства отправлялись в Данию И лишь когда Норвегия объединилась со Швецией в 19 веке Страна начала действительно двигаться вперед Норвегия взяла торговлю полностью под свой контроль и стала активно развиваться Во время наполеоновских войн Дания поддерживала Францию, а Швеция – Англию Когда Наполеон потерпел поражение, Дании пришлось отдать Норвегию Швеции Жители не ожидали, что их страна объединится со Швецией Потому что все произошло так быстро Было очень трудно внезапно перейти под власть другого государства В качестве протеста норвежцы решили написать свою конституцию Король дал свое разрешение, чтобы сохранить мир Конституция появилась 17 мая 1814 года И эта дата до сих пор национальный праздник Норвегия обрела независимость лишь в 1905 году Крепость Акерсхус Страна стала контролировать судоходство и внешнюю торговлю Вопросы по международным отношениям теперь решались в Норвегии Обретение независимости действительно все изменило В средние века Осло назывался Христианией в честь короля Кристиана IV В 1925 году норвежцы решили, что столица не должна носить имя датского короля И городу вернули первоначальное название Осло находится во фьорде, который является естественной защитой для жителей Это старейшая скандинавская столица более чем с тысячелетней историей Осло хорошо защищен благодаря своему расположению В средние века часто нападали вражеские корабли Но город находился в глубине фьорда Поэтому горожане видели приближающиеся суда К тому же здесь благоприятный климат А залив достаточно глубокий для любых кораблей В прибрежных районах очень много небольших рифов Поэтому суда не могут зайти во все бухты и встать там на якорь А здесь глубокий канал Осло находится в 100 километрах от открытого моря А глубина фьорда 35 метров Это третий по протяженности залив в Норвегии Теперь мы знаем, что слово «фьорд» – норвежское Залив играет важную роль в повседневной жизни почти всех жителей Как поживаете? Отлично! А вы? Вы не в первый раз это делаете Естественно Я увлекаюсь этим с детства Летом хобби становится работой Я выхожу в море как можно чаще Это ваш образ жизни? Да, конечно Раньше у меня была другая работа А теперь я на пенсии и занимаюсь своим любимым делом И это здорово Я вырос в 60 километрах к югу от Осло В устье залива Море было рядом, и мы каждый день ходили под парусами В море вы чувствуете себя счастливее всего? Я счастливее всего, когда жена рядом Особенно если она со мной на лодке Когда она на лодке? Да, с ней мне хорошо Вы выходите в море каждый день? Да, если я в городе В этом году я уже ходил под парусами несколько раз А сегодня участвую в регате во фьорде Летом люди приходят сюда позагорать и поплавать Но вода очень холодная Разве? Ну? 18 градусов Цельсия Вы уже привыкли Да, море освежает Я плаваю утром и иду в порт Так вот, почему вы в такой отличной форме У многих норвежцев море в крови В каждой семье есть моряк или родственник Который живет на берегу или работает в море Более ста лет назад Жены рыбаков Плавали отсюда на лодках на рынок Чтобы продать рыбу Сильным женщинам приходилось работать веслами Чтобы зарабатывать и кормить семью 90% населения Норвегии Живет не более чем в 10 километрах от моря Вот почему многие норвежцы так привязаны к нему Вы можете представить жизнь без моря рядом? Это невозможно Я даже никогда не пытался И не хотели? Наверное, я всю жизнь жил не более чем в 5 километрах от моря Я даже вырос менее чем в 200 метрах от воды Хорошо, что родители всегда поддерживали нас, когда мы выходили в море Они помогли мне приобрести первую лодку Мама часто говорила Когда ты в море, я не беспокоюсь Я бы волновалась, катайся ты на мотоцикле Посмотрите Да, это норвежское лето Норвежское лето Дети развлекаются Плавать на лодке очень весело Это очень весело Фьорд также является загруженным транспортным узлом Говорят, что в Осло больше лодок, чем машин Бесчисленные парусники и роскошные яхты делят залив с двумя паромами которые связывают город с Данией и Германией Не будем забывать и о круизных кораблях число которых утроилось за последние 10 лет На них сюда ежегодно приплывают 6 миллионов туристов Лайнеры выходят из Копенгагена заходят в Осло а потом направляются в западную часть Норвегии или в Балтийское море Есть люди, которые каждый день добираются до работы на лодках? Есть Особенно те, кто живет на полуострове Несоддан Ехать на машине или автобусе гораздо дольше потому что по утрам на подъезде Косло всегда пробки Можно сесть на паром, который ходит с самого утра до поздней ночи Люди наслаждаются фьордом каждый день Спасибо Молока? Пожалуйста Плавать значит жить Фьорд – любимое место горожан Но побыть на природе можно не только здесь Люди обожают отдыхать на свежем воздухе чему способствует и само расположение города Осло – одна из самых просторных и малонаселенных столиц мира Неудивительно, что здесь такая природа Леса и парки занимают две трети площади города через которые протекают восемь рек Мы находимся на берегу Акерсельвы которая является сердцем Осло Она разделяет его пополам В 19 веке началась промышленная революция и тут построили много фабрик Владельцы жили в западной части города а рабочие – в восточной Сегодня все предприятия уже закрыты но разница до сих пор заметна На западе более богатые и аристократические районы А на востоке они более пестрые В тех кварталах живет очень много иммигрантов Грессиэла Арселан Организатор туров Альтернатив Осло А это что, Грессиэла? Когда-то здесь находилась текстильная фабрика Она была одной из крупнейших на реке Предприятие работало до 60-х годов А потом закрылось потому что фабрики сильно загрязняли воду Иногда она становилась зеленой, синей или фиолетовой в зависимости от того, какой краситель использовался Теперь река совершенно прозрачная потому что ее очистили Люди часто гуляют по берегам? Да Река выходит из озера Маридалсванет и впадает во фьорд По ее берегам проложено 8 километров дорожек где люди гуляют, бегают или катаются на велосипедах Норвежцы просто обожают активный отдых В окрестностях Осло 343 озера Маридалсванет самое большое Но есть и много других Можно сесть на трамвай, доехать до конечной станции Пройти по лесу и через полчаса выйти к озеру Там можно заняться скалолазанием или разбить лагерь Зимой садишься на метро, доезжаешь до конечной и катаешься на лыжах Все невероятно просто Удивительно, что здесь такие короткие расстояния Да Можно поплавать или покататься на лыжах Верно В 15 минутах ходьбы отсюда есть порт, где можно взять лодку и отправиться на острова или на пляж В 15 минутах в ту сторону расположен лес Город буквально утопает в зелени Активный отдых – это образ жизни в Осло Да, особенно летом Норвежцы гуляют даже зимой, потому что они обожают кататься на лыжах Как только выглядывает солнце, все бегут на улицу Чтобы познакомить меня с местной жизнью, Гроссиэлла предложила сходить в поход Мы закончили сборы и отправились на остров Хавидёя, где пересели на лодку ее подруги Рэнди Природа Очень приятно Взаимно Добро пожаловать на остров Спасибо Идемте на лодку? Да Наше национальное самосознание строится на сельском хозяйстве Об этом и в книгах по истории пишут Не знаю, почему так произошло Норвежский язык основан на диалектах, на которых говорили в долинах в глубине Норвегии Хотя, казалось бы, должна преобладать прибрежная культура Благодаря фьордам протяженность береговой линии материковой Норвегии 25 тысяч километров Если посчитать с островами, она составит 80 тысяч Длина побережья Осло-фьорда 40 тысяч километров Норвежцы очень близки к природе Они любят гулять Бесчисленные острова вокруг Осло отлично сохранились Одни из них населены, другие остались нетронутыми Туда можно легко сбежать от современной городской жизни Лангюена На острове много палаток, Гроссиэла Здесь можно их ставить? Да, здесь разрешено разбивать лагеря Остров находится совсем рядом с Осло Сюда можно добраться на пароме В окрестностях города можно ставить палатки почти везде Даже в частных владениях Но не ближе, чем в 150 метрах от дома Вас никто не прогонит Конечно, нельзя оставаться там на неделю Но провести пару дней можно Вот почему при вас всегда рюкзак и палатка Конечно, я никогда не знаю, где меня застанет ночь Люди живут тут несколько дней и даже недель Они приезжают сюда, потому что остров рядом с Осло Если у вас нет денег на отпуск, можете отдохнуть здесь Тут есть пляж и лес Некоторые проводят здесь пару месяцев Бесплатно? Да, за пребывание не нужно платить Здесь не предоставляют услуг Вы можете купаться и в любое время съездить на пароме в Осло, если понадобится На острове есть бар, где можно перекусить Но если вы хотите сходить в супермаркет, надо выбраться в город Что ж, отдохнем Сначала нужно разжечь костер Хорошо Пусть он прогорит какое-то время, а мы пока поставим палатку Я займусь мясом, а вы палаткой Отлично, будете шеф-поваром Вы часто устраиваете здесь барбекю? Да Так и нужно Мне нравится, когда люди внезапно решают отдохнуть Это здорово Да В Осло можно пожарить мясо в любом парке? Да Обычно везде стоят контейнеры для мусора Давайте я вам помогу Я сама все сделала и даже ее научила Все Палатка установлена У нас есть палатка За вас За вас Будем есть руками? Просто заверните Кетчуп Лучше просто не бывает Местная жизнь неразрывно связана с природой Но в период промышленного бума Осло был отделен от фьорда портами и дорогами Но все меняется И город снова выходит на берег Здесь появляются современные и многофункциональные районы Примерно 200 лет назад Тут жили воры, бандиты и женщины легкого поведения Так А теперь это самый фешенебельный район Осло Он сильно изменился за последние пять лет Всего за пять лет? Тогда здесь ничего не было Даже стройка не началась Это самая значительная перемена в Норвегии Понимаете? Петер Стордален Инвестор и предприниматель Как называется район? Тьюфхолмен Воровской остров по-норвежски Тьюфхолмен Верно Уже освоили норвежский? Легко Отлично Мне кажется, что Осло похож на младшего брата Который повзрослел Согласен Маленький, пухлый братик Который превратился в успешного и красивого мужчину В 70-х годах жизнь кипела в Копенгагене и Стокгольме Теперь ситуация изменилась Сейчас все происходит в Осло Этот квартал рассказывает историю Норвегии за последние 30 лет Это новый Осло-космополит Здесь есть музеи современного искусства Рестораны и отели международных брендов Тут можно искупаться Кто бы поверил в такое всего 10 лет назад Как вы видите, строительство еще продолжается Третий этап проекта – застроить всю эту территорию Осло стал намного современнее Олень Улыбочку Отлично Тьюфхолмен Население Осло стремительно растет По прогнозам, за 20 лет оно увеличится на 200 тысяч человек Вдобавок к 100 тысячам, которые переехали сюда за последние 10 лет По большей части привлекательность города основана на деньгах, которые приносит нефтедобывающая промышленность Экономику движет нефть Это повсюду заметно Она подпитывает строительный бум Норвегия – одна из немногих стран, которую не затронул экономический кризис в Европе Все началось, когда американцы нашли нефть в Северном море в 1969 году Но развитие набрало темп, когда мы разведали богатые месторождения в 80-х Норвегия пережила небольшой кризис в 90-х, когда пострадали банки Но нефть удержала их на плаву Цены на нефть сильно выросли, и правительство откладывает средства в Суверенный фонд благосостояния По запасам он входит в тройку лучших фондов мира Это один из немногих оставшихся в Осло районов, которые можно застраивать В городе есть естественные границы Дальше фьорда ничего не построишь К тому же есть марка, где леса и холмы Остались только эти районы На этом бывшем заводе делали мосты Он находится между восточной и западной частями города За нами до сих пор продолжается строительство Для размещения растущего населения Осло нужны дома Сюда переезжают не только из других частей Норвегии, но и из многих европейских стран Власти поняли, что жилья на всех просто не хватит Поэтому строительство идет полным ходом Жилье доступное? Доступнее, чем в западной части Но район становится очень популярным Трехкомнатная квартира стоит примерно миллион долларов Что дешевле, чем на западе Хоть цена и не маленькая Большинство горожан владеют домами И это тоже оказывает давление на рынок Почему? Так обстоят дела В стране очень низкий налог на недвижимость Можно получить налоговый вычет, если берешь кредит Есть налог на богатство Чем больше у тебя на счету в банке, тем он выше Вот что побуждает людей уже в молодости приобрести дом Это считается богоданным правом Как только ты закончишь колледж и проработаешь одну неделю, ты покупаешь жилье Пока своего дома нет, во время учебы молодые люди арендуют квартиры Сделать это в Осло довольно трудно Валерия, мы стоим перед весьма занятным зданием Да, оно получило много наград Это бывший элеватор 50-х годов В 2000 году власти поняли, что студентам не хватает жилья, но не знали, как решить этот вопрос Пришлось строить общежитие Теперь в этом элеваторе более 200 квартир В университетах Осло нет кампусов Корпуса находятся в центре и в Блиндерне Молодые люди не знают, где будут учиться, потому что так устроен процесс приема Тебе за месяц говорят, что ты будешь учиться в Осло, а не в Бергене Поэтому студенты в одно и то же время начинают искать жилье в столице Найти его невероятно трудно На самом деле, если ты будешь учиться в Осло, тебя предупреждают Будьте готовы спать у знакомых на диване Прямо так и написано в форме Обзвоните всех друзей и родных, потому что жилье появится не скоро Гарантий нет Студенты не хотят жить за городом Там легко можно снять квартиру, но нет кафе и культурной жизни Правда, что в городе совсем недавно появились уличные кафе? Да, у нас часто бывает плохая погода, поэтому редко, когда можно посидеть на солнце и насладиться едой Зимой кафе пустуют Люди не выходят из дома К тому же рестораны неприлично дорогие Горожане ходят в них всего пару раз в неделю Процветание дается недешево Осло стал одним из самых дорогих городов в мире Жить здесь дороже, чем в других скандинавских странах Аренда выше на 54%, а продукты на 39% дороже, чем в Стокгольме, который находится совсем рядом Пиво стоит 85 крон, это больше 10 долларов Один вечер с напитками может изрядно опустошить карманы Продукты стоят так дорого, что по выходным люди ездят в Швецию, чтобы купить их там подешевле По воскресеньям закрыты все магазины Власти считают, что в выходные люди должны отдыхать, а не делать покупки В выходные вы не увидите ни души в Осло Если захотите с кем-нибудь пообщаться или покататься на лыжах, езжайте в Марку То есть у половины горожан есть домики в лесу? У всех они есть Что, правда, у всех? Или у знакомых? Дома большие или маленькие? Обычно маленькие, люди даже хвастаются, насколько у них скромный домик Говорят, у меня нет воды и света Хвалятся этим, а не количеством комнат Дом без отделки – это здорово Так ты ближе к природе В туалет ходишь на улицу Сидишь в холоде Греешься у камина Сам собираешь дрова Конечно, можно сделать отопление, но норвежцев это не беспокоит Их устраивает, как обстоят дела Разве это плохо? В городе отличные условия жизни Поэтому можно почивать на лаврах и плыть по течению Когда-нибудь нефть закончится И тогда жители осознают, что нужно было диверсифицировать экономику Как это сделали шведы со своими информационными технологиями В какой-то момент начнутся преобразования Но пока всем кажется, что они далеко в будущем Баррель нефти стоит 100 долларов Экономика процветает, поэтому все рады Осло заслуживает отличной репутации благодаря качеству жизни Конечно, в этом есть заслуга и замечательной социальной системы Вот почему родившаяся в Канаде Сара Мичетти Переехала сюда с детьми и мужем норвежцем Несмотря на все сходства между местными и иностранцами Нужно время, чтобы сблизиться с людьми и узнать их по-настоящему Норвежцы добрые, вежливые и отзывчивые Но за их любезный фасад пробиться очень трудно Иногда хочется, чтобы они были более открытыми и непринужденными Но их нельзя в этом винить Сара Мичетти Координатор в костюмерном цеху Норвежского национального театра оперы и балета Некоторые вещи очень дорогие, например, сигареты, алкоголь и машины Цены такие высокие из-за невероятно больших акцизов Есть еще одно отличие Когда платишь за услуги официанта в ресторане или механика, который отремонтировал твою машину То отдаешь много денег, потому что здесь хорошие зарплаты Вообще это замечательно Цены в два раза выше, чем в Квебеке И в конце месяца у тебя почти не остается денег Я читала, что Осло – лучший город для матерей Я рожала здесь, поэтому сравнивать не с чем У вас двое детей? Верно Они родились здесь? Когда возвращаешься на работу после декрета, тебе оплачивают 10 рабочих дней в год, если ребенок болеет Мне оплатят 5 рабочих дней без справки от врача Согласно закону, в Норвегии дают минимум 4 недели отпуска В большинстве компаний 5 недель Можно уйти с работы на час раньше, чтобы покормить ребенка грудью И тебе его все равно оплатят Государство старается уравнять права Отцу необходимо взять 3 месяца отпуска по уходу за ребенком Иначе он может просто потерять это время Его нельзя передать матери Так отцы проводят время дома И работодатели понимают, что мужчинам тоже нужно отдыхать Многие женщины работают? Да, большинство женщин работают Потому что жить здесь дорого Немногие семьи проживут на зарплату одного супруга Я не нашла ни одного недостатка в системе соцобеспечения Она отлично устроена, хоть и не идеальна Зато ты видишь эффект своими глазами Улицы чистые Власти строят, ремонтируют Заботятся о людях Каждый день ты понимаешь, на что тратятся твои деньги Потому что на налоги уходит почти половина зарплаты Экономика растет Норвежцы высоко ценятся на рынке труда Они часто берут отпуск и наслаждаются жизнью Но их производительность одна из самых высоких в мире Здесь считается не только количество отработанных часов В Северной Америке ты должен все время упорно трудиться Поэтому устаешь А тут тебе говорят Отдохни, позаботься о детях И возвращайся в отличной форме Ты с радостью ходишь на службу И лучше работаешь Поездившие по миру люди знают, что такая ситуация не везде Некоторых норвежцев хочется встряхнуть и спросить Вы вообще понимаете, что мало кто в мире пользуется такими же благами? По крайней мере, раз в неделю я хочу вернуться в Квебек Но мы остаемся здесь, потому что там у нас было бы совсем другое качество жизни Жители Квебека не могут, например, провести три недели в Норвегии Конечно же нет Но я могу на три недели уехать в Квебек, не залезая в огромные долги Здесь много преимуществ Муж взял кредит на учебу, который невозможно выплатить из канадской зарплаты Из-за таких мелких деталей мне трудно представить, что я вернусь на родину Это просто нереально Да Вы рады, что ваши дети растут в Осло? Безусловно Они должны ценить, что появились на свет здесь Я постоянно повторяю, как им повезло Пусть они поездят по миру и поймут, как хорошо живется в Норвегии Не стоит и объяснять, что жители Осло ведут прекрасный образ жизни Разумеется, не всем легко Социальное расслоение – основная проблема Хотя в Норвегии в основном однородное население, в Осло дела обстоят по-другому Жизнь здесь сладкая не для всех Есть одна вещь, о которой не знают иностранцы, которые приезжают в Осло Тут очень глубокие классовые различия Туристы удивляются, потому что считают, что Норвегия в Скандинавии – это социально-демократическое государство всеобщего благоденствия, где все равны Но в Осло это не так Здесь чувствуется разница С этой стороны милый дом для среднего класса, он вовсе не роскошный, довольно простой Думаю, норвежцы живут в таких по всей стране С другой стороны – многоквартирные дома из красного кирпича, где квартиры намного дешевле Там другие магазины и образ жизни В школьных дворах можно увидеть детей другой национальности Там много безработных Граница между Западом и Востоком проходит именно здесь То есть граница между Западным и Восточным Осло существует? Да, я живу неподалеку отсюда, на Западе Дети, которые раньше приходили играть на этих спортивных площадках, возвращались домой и говорили «Мы больше туда не пойдем, там нас дразнят, потому что мы из неправильного района, мы туда не ногой» Они уже с детства понимают, что разница между Востоком и Западом существует в плане благосостояния, класса, образования, перспектив и несправедливости Это разделение появилось уже в начале 19 века, то есть очень давно Мало что делается, чтобы изменить ситуацию Почему богатые селятся на Западе, а не на Востоке? Солнце встает на Востоке, и там светло днем В прошлом в домах не было туалетов, а готовили и топили углем Ветер дует в основном с Запада Жители Востока нюхали эти малоаппетитные ароматы А буржуазия не знала, как пахнет рабочий класс Вот почему она селилась на Западе Томас, население Осло было однородным очень много лет Когда все начало меняться? В 70-х годах 20 века Оно было однородным в плане национальности Не обязательно по месту рождения Осло всегда притягивал жителей других районов Норвегии До 60-х годов жители столицы откровенно недолюбливали северян Потому что те считались распущенными и невежественными Они говорили на своем диалекте Им было трудно снять комнату в доме Дискриминация существовала Когда здесь появились иммигранты не из Европы Горожане оставили северян в покое Их теперь не считают другими Иммиграция началась в 70-х и усилилась в 90-х Главная причина в том, что норвежская экономика процветает Доходы от нефти позволяют заботиться об обществе Тут безопасно Это отличное место для воспитания детей Поэтому сюда приезжают иммигранты Их число сильно выросло за последние 10-20 лет И это чувствуется во многих районах Осло Вам требовалась рабочая сила Сначала это была трудовая миграция Затем появились беженцы из охваченных войной Боснии, Ирака, Сомалии и других стран Они приглашают сюда родственников Поэтому количество иммигрантов продолжает расти Многие турки и пакистанцы перевезли супругов Сейчас опять началась трудовая миграция из Европейского Союза Легко стать гражданином Норвегии? Чтобы получить гражданство, достаточно иметь вид на жительство И разрешение на работу И не совершать серьезных преступлений Нужно подождать 7 лет, а потом подать документы на гражданство Но чтобы тебя принимали за норвежца, нужно очень сильно постараться Точно сказано Может ли пакистанец почувствовать себя норвежцем? Нет, возможно, он никогда не станет норвежцем Конечно, имя Абдул только помешает при поиске работы Вот в чем проблема Ситуация с этнической дискриминацией здесь не хуже и не лучше, чем в других европейских странах Будешь ли ты норвежцем? Дети иммигрантов чувствуют и ведут себя как коренные жители Они добиваются замечательного карьерного роста У них на родине царит бедность, нестабильность и, возможно, религиозный фундаментализм Многие из них занимают видное положение в норвежском обществе Становятся юристами и стоматологами Нашего министра культуры зовут Хадия Таик Эта замечательная девушка говорит с явным юго-западным норвежским акцентом, но ее родители из Пакистана Нужно помнить и о том, что сейчас ведутся споры Удалась ли политика интеграции? Умер ли мультикультурализм? Такие же дискуссии идут и в других европейских странах Да, проблемы есть, но в целом ситуация лучше, чем мы ожидали Это восточный район Осло под названием Гренланд В 70-х годах тут поселились первые пакистанцы Здесь находятся многие предприятия, кафе и рестораны иммигрантов Население тут пестрое Туристы никогда не заходят в эту часть Осло Сейчас в Осло очень хорошо жить Конечно, если положение в экономике не изменится, Осло продолжит притягивать иммигрантов Потому что в благополучном социальном государстве всегда можно найти работу За последние 5-10 лет население Норвегии стало богаче жителей других европейских стран В 70-х годах мы равнялись на Швецию Она казалась нам такой же зажиточной, как Америка У них были машины больше, зубы белее и девушки красивее У них Абба, Бьернборг, Вольво, Икея Икея Это вы сказали Они были старшими братьями Мы восхищались их достижениями В общем, если экономика Норвегии продолжит процветать Главными станут вопросы культуры, идентичности, роли религии в обществе Положение женщины, право самому распоряжаться своей жизнью Например, имеет ли право мусульманин сменить религию Или стать атеистом, не нажив себе серьезных проблем 22 июля 2011 года в результате терактов погибли 77 человек Удивительно, но после тех событий ведущие СМИ примкнули к правому крылу Конечно, нельзя забывать, что многие заявляли Брейвик поступил так по политическим мотивам Ненависть не возникла на пустом месте Его взгляды разделяют тысячи норвежцев, которым не нравится происходящее Они считают, что власти их предали, открыв границы для слишком многих иммигрантов, которые меняют лицо города и даже всей страны Говорят, что мусульмане никогда не станут норвежцами Нужно снять это напряжение в норвежском обществе Которое основано не только на принципе солидарности, на доверии и на том, что нужно платить налоги Оно основано и на принципе индивидуального выбора Не все иммигранты разделяют эти либеральные идеи Вот с чем нужно разобраться Осло все еще хранит много секретов Норвежцы не горят желанием обсуждать свое благополучие Этим можно объяснить, почему город развивается так осторожно В стабильной стране люди наслаждаются исключительным и завидным образом жизни Но от мира не скрыться И тихий город быстро становится желанным местом для жизни Субтитры создавал DimaTorzok